Расскажу о результатах чемпионата России по футболу. Посмотрим таблицу бомбардиров. Рубин уступил Химкам 2-3. Первый мяч за подмосковный клуб провел бывший защитник БТ Захар Волков. Он оказался победным. Химки не уступают 3 тура и поднимаются в таблице. Крылья Советов не смогли реализовать 73-процентное владение мячом и проиграли у Фи 1-2. Лучший бомбардир турнира Агаларов забил свой 15-й гол. Уфа 3 тура подряд не знает поражений. Арсенал в меньшинстве удержал ничейный счет с Ахматом 0-0. Оба клуба давно не побеждали. Арсенал 7 матчей, Ахмат 4 игры. Ростов потерпел поражение от Нижнего Новгорода 1-2. Гости взяли реванш за поражение в первом круге с таким же счетом. Надо отметить, что Нижний Новгород последний раз праздновал победу 1,5 месяца назад. Канадский представитель Ричи Энин забил гол и отдал пас. Канадцы теперь играют футбол. В прошлом выпуске мы опубликовали их группу на чемпионате мира. Локомотив выиграл у Спартака на заснеженном поле 1-0. Это первая победа хозяев поля в данном туре. Локомотив одержал 10-й выигрыш в РПЛ, а Спартак 10-е поражение получил в таблице. На данный момент команда Ванолли имеет 3 матча без побед и 2 технических поражения. Краснодар не сумел остановить Динамо. 0-1. 25-летний полузащитник Данил Фомин забивает четвертый гол в 6 играх. Динамо имеет 3 матча без поражений, 2 победы и 1 ничья. ЦСКА на последних минутах реализовал пенальти с Уралом и ушел от поражения. Лязы же забил в четвертой игре подряд за клуб, а за сборную Турции ему отметиться не удалось. ЦСКА после возобновления российского футбола еще не проигрывал. С учетом товарищеских матчей у команды сейчас 12 игр без фиаско подряд. Сочи и Зенит в центральной игре не выявили лучшего ничья. Напомню, в первом круге победа была за сочинцами. Зенит не проигрывает 7 матчей подряд. Расписание. 9 апреля. Нижний Новгород. Динамо. Химки. ЦСКА. Рубин. Краснодар. Ахмат. Зенит. 10 апреля. Урал. Крылья Советов. Уфа. Сочи. Спартак. Арсенал. Ростов. Локомотив. Список лучших бомбардиров и ассистентов. Агаларов из Уфы забил 15 мячей. Дзюба, Полос и Смолов отметились по 10 раз. Шиманский из Динамо имеет 8 передач. Интересно, поедет ли он на чемпионат мира. Турнирная таблица. Зенит на первом месте. Динамо удерживает вторую строчку. 46 очков. ЦСКА стоит на 3 балла. Сочи на 4 позиции. С 5 по 12 место расположились следующие команды. Локомотив. Краснодар. Ахмат. Крылья Советов. Нижний Новгород. Спартак. Рубин и Ростов. Урал, Арсенал, Химки и Уфа набрали по 21 очку. Призываю вас переходить на Яндекс.Дзен. Там наши выпуски выходят гораздо раньше. Услышимся на спортивном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова